Сегодня я покажу, как приготовить вкуснейшие, самые даже, наверное, вкуснейшие, которые я готовил в своей жизни, грибы на огне. Это будут фаршированные грибочки, шампиньоны. Фаршированные они будут с сыром, помидором и зеленью. Как всегда, мы разжигаем красивый костер. В этот раз мы пришли готовить со своим столиком. Столик у нас просто обалденный. Наливаем в емкость воду. Моем свои грибочки. Моем хорошо, тщательно, потому что иногда на шампиньонах попадается земля. Грибочки мы готовим уже не первый раз. Вот так вот все красиво у нас помытое выглядит. Дальше мы берем и выламываем с наших грибочков ножки. Ножки нам не нужны будут. Вот так вот аккуратно, чтобы шляпки не повредить. Выламываются ножки очень легко. Вот наши ножки отдельно сложены. Шляпки тоже. Потом берем острый ножичек наш и вырезаем вот так еще под углом наши шляпки. Чтобы поместилось туда больше фарша. Мы ничего не выкидываем. Все, что мы срезали, нам пригодится. Шляпки складываем в емкость нашу. Вот так вот мы сложили. Добавляем паприку. Добавляем перец, молотый черный. Солим все дело. И добавляем майонез. Таким образом мы будем мариновать наши шляпки. Тщательно все перемешиваем. Костер у нас уже догорает. Нам в принципе нужны только угли. Все, грибы мы выкладываем в отдельную емкость. Чем-нибудь накрываем. Я вот таким вот образом завязываю все в пакет. И откладываем в сторонку. Оно будет мариноваться. В это время мы берем вот эти вот обрезанные части наших грибов. И мелко их нарезаем. Высыпаем все в емкость. Дальше мы берем сыр. Сыр немного на солнце подрастаял. У нас очень жарко. Нарезаем сыр тоже кусочками маленькими. Чем мельче мы все нарежем, тем будет лучше. Высыпаем в ту же емкость. Берем зелень. У нас это укроп. Нарезаем же его. И высыпаем опять в ту же емкость. Берем наши свежие помидоры. Тоже стараемся их мелко нарезать. Нарезаем как получится уже. Потому что очень жарко на улице. Высыпаем все тоже в емкость. Берем еще помидоры. И нарезаем вот такими вот слайсами. По пол сантиметра, по сантиметрику. Вырезаем серединку, чтобы у нас осталось вот такие вот колечки. Дальше я покажу, для чего это нужно. Перемешиваем то, что у нас получилось в нашей тарелочке. Это наша начинка. Берем шляпку одну. И вот так вот трамбуем в нее нашу начинку. Сверху ложим колечко с помидора. И еще притрамбовываем начинкой. Все лишнее мы убираем, чтобы не подгорало. Проделываем эту операцию со всеми нашими грибами. Делается все очень легко, очень просто. Все продукты простые, доступные. Вот так вот все это легко делается. Плотненько все натрамбовываем. Смотрите, какая красота у нас получается. В принципе, это все уже можно и так есть. Без костра. Но мы будем готовить до конца. Потому что в итоге должно получиться очень обалденное, очень вкусное блюдо. Выкладываем все наши нафаршированные грибочки на сетку. И сетку ставим на мангал. На угли. Грибочки готовятся очень быстро. Вот так вот у нас угли хороший, жар хороший. Сок уже он начинает капать. Сверху сыр может, конечно, не расплавиться. Но мы решили вот так вот накрыть фольгой наши грибочки. Чтобы оно больше там тепла было. Чтобы больше зажарились сверху они. Чтобы сыр подрастал. Потому что снизу жар очень хороший. А сверху оно обветривается. Вот таким вот образом мы доготавливаем грибочки. Готовится, повторяю, очень быстро. Снимаем. И выкладываем в нашу красивую тарелочку. Вот так все аппетитно, красиво это выглядит. А если вы попробуете хоть раз такие грибочки. Вы просто не сможете от них оторваться. Потому что они очень-очень, повторяю, вкусные. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои другие видео. Там будет очень много простых. А самое главное, очень вкусных рецептов. Всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!